МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 28 июня 1941 года группа партизан под командованием Василия Коржа разбила колонну вражеской техники на автодороге Пинск-Лагишин в Пинском районе. Именно здесь, в этих местах, у Рябова моста был дан первый партизанский бой в истории всей Второй мировой войны. Событие стало символом несломленности и всенародной борьбы против фашистских захватчиков. Пинск считается колыбелью партизанского движения. Когда именно было предложено создать партизанский отряд, доподлинно неизвестно. Считается, что это произошло вечером 22 июня, в день вероломного нападения Германии. Тогда в городе проходило заседание областного комитета партии. Пинск был административным центром одноименной области. Тогда предложение Коржа местные власти едва не подняли на смех. Партийное руководство было уверено, что буквально через несколько дней советские войска выбьют фашистов со своей территории. Но отряд все же создали. В него вошли коммунисты и комсомольцы города. Среди них вверх оружия Сергей Корнилов, Григорий Карасев, Эдуард Нордман. Всего около 60 человек. Чтобы не навлекать угрозу репрессий на родственников и однофамильцев, Василий Захарович взял себе псевдоним Комаров. Из вооружения в отряде были только винтовки. 5-10 пачек патронов на человека, гранаты и пара пистолетов. Сам Василий Захарович стрелял из винтовки с оптическим прицелом. Поначалу отряд не считался партизанским, а был прообразом истребительного батальона для борьбы с немецкими шпионами и диверсионными группами. Первые дни гитлеровцы к городу не подходили. Его не считали стратегически важным направлением. 26 июня 1941 года бойцы отряда Комарова обнаружили и задержали вблизи Пинска фашистских разведчиков-парашютистов. А еще через два дня на дороге Пинск-Лагишин устроили засаду на немецкие легкие танки. Республиканская автодорога Р-6 Столин-Пинск-Ивацевичи. В годы войны участок дороги, где происходили события, о которых сегодня мы ведем речь, назывался тракт Пинск-Лагишин. Именно по этой дороге 28 июня 1941 года партизаны Василия Захаровича Коржа выдвинулись на перехват фашистских захватчиков в сторону Лагишина. И у моста через Ясельду дали бой, который является первым в истории партизанского движения СССР. И в котором, к слову, патриоты не потеряли ни одного бойца. По воспоминаниям партизан, тот бой был самым сильным и самым страшным. До этого времени гитлеровцы не встречали такого организованного народного сопротивления. Из 60 человек отряд Василия Коржа вырос в Пинское партизанское соединение, в котором к концу 1942 года насчитывалось 7 отрядов. В них состояло более 2000 бойцов, а к 1944 году около 15 тысяч. Василий Захарович имел хороший боевой опыт. За его плечами было участие в партизанском отряде во время советско-польской кампании, а также в боевых действиях в Испании. Корж предложил использовать особую тактику – не вступать в затяжной бой с противником. Совершил удар, уходив в безопасное место. Немцы были намного лучше экипированы и могли быстро вызвать подкрепление. Узнала я то, что он кадровый военный намного позже, потому что все говорили, ну партизаны, партизаны. Оказывается, он кадровый военный, и он не просто этот бой организовал, а он его организовал по военной стратегии. Внучка прославленного партизана Ольга Николаевна Корж вспоминает, что дедушка Василий Корж в силу своей крестьянской скромности не любил рассказывать о боевом прошлом, но всегда учил всю семью быть честными и справедливыми. Деда помню с детства, во-первых, добрый для нашей семьи, для детей, но очень справедливый и строгий в то же время. То есть он нас учил жить по совести. Если работать, то не стыдиться никакой работы. Кем бы ты ни был, ты должен делать свое дело честно и никогда не отступать от того, что ты задумал. Поэтому научилась этому сама. Родители научили, и дед научила своих детей. Сейчас учу внуков. В нашей семье это заложено прямо с детства. То есть относимся мы к этому довольно-таки серьезно. И даже в свете сегодняшних событий для нас нет варианта другого, как защищать свою страну и свою родину, свою землю. Для них вот эти вот выступления всякие, которые неправда рассказывается очень много молодежи, у нас такого нету. То есть они научены тому, что для тебя родина, для тебя твой дом, твоя семья, твоя страна – это главное. Это большая заслуга нашего деда. Вот он передал нам это. Мы передали своим детям. Они сейчас передают своим детям, а я внукам. В то время, как именно здесь, на Пинщине, вершились главные героические события, неувядающие в веках партизанской славы, до недавнего времени образ этого героя не был увековечен в памятнике на Пинщине. Люди это помнили и историю передавали из уст в уста. Восстановить историческую справедливость в год мира и созидания взялся актив Пинского района, организовав кампанию по возведению памятника Бюста легендарному партизанскому командиру Василию Захаровичу Коржу, достойному звания Героя Советского Союза за организацию партизанского движения и руководство боевыми операциями партизанских отрядов. Торжественное открытие памятника состоялось в годовщину первого партизанского боя, 28 июня. Получив известие об увековечении имени прославленного героического предка, приехала в деревню Ставок разделить радость праздника и восстановление исторической справедливости и Ольга Николаевна Корж. Я очень была рада, что люди, пинчане, и молодежь, и руководство отнеслись к этому событию довольно-таки серьезно. Чтят память о величайшем партизанском командире и на его малой родине, в деревне Хоростово, нынешнего Солигорского района. Сегодня там живут родственники Василия Коржа. 28 июня, в день открытия памятника Бюста, они также приехали в деревню Ставок. Моя родная бабка была родной сестрой Василия Захаровича Коржа. Тут память, во-первых, во всех домах родственников есть фотографии Коржа. Ну, часто вспоминаем в разговорах, когда местные где-нибудь собираются, там на лавочке, ну, эти знаменательные дни Победы, дни Воспобождения Беларуси. Стараемся быть на мероприятиях, которые проходят в нашем районе. То есть у нас, у Родчишевья Коржа, где был штаб лица пинчанского партизанского соединения, там. Там очень честится Василий Захарович Корж. У нас также имеется мусей, посвященный ему полностью. Часто проводятся мероприятия, тоже посвященные этому человеку. Так что нас действительно, он ценится очень. Вместе с Василием Коржом в зарождении партизанского движения на пинчане принимал участие Григорий Карасев. К слову, он приходился к Коржу двоюродным братом. Бытует предположение, что оба имели одинаковую фамилию, но Григорий Степанович уступил ее боевому товарищу. Он прошел с Василием Захаровичем все версты войны, был командиром роты, формировал отряд Петровича имени Кирова, а также входил в состав подпольных райкомов КПБ. Григорий Карасев является почетным гражданином города Пинска. Сегодня в Пинске живут родственники партизана. Они также приняли участие в открытии памятника Коржу. Прадед мой Карасев Григорий Степанович. Приятно присутствовать на таких мероприятиях, с учетом того, что, как оказалось, нашлись и далекие родственники, с которыми можно пообщаться, поговорить, вспомнить своих предков и много узнать нового. Торжественное мероприятие, историческое событие в этот день объединило две семьи. Потомки прославленных партизан тоже стали частью истории Пинщины. Опытного подпольщика, организатора национально-освободительной борьбы белорусского народа против польского гнета, заведующего финансовым сектором Пинского обкома партии Василия Захаровича Коржа, уважали и ценили боевые товарищи. Ему верили и на него надеялись простые люди. В Великую Отечественную войну у воинов не было межнациональных границ. Они воевали за родину. Пинская земля стала Василию Захаровичу частичкой родины, большой, единой и неделимой. Он навсегда вписал золотыми буквами название Пинска в учебники истории «Прославил наш край на весь мир», дав Пинщине образ колыбели партизанского движения. 20 июля 1944 в Пинске прошел партизанский парад, на котором запечатлен улыбающийся Василий Захарович Корж в генеральской форме и фуражке. Именно этот образ взят за канон памятника Бюста. Идею воплотили в камни и метали брестские скульпторы Олеся и Павел Герасименко. Но проект так и остался бы задумкой, без участия и поддержки неравнодушных, которые смогли пожертвовать средства, либо оказать иную безвозмездную помощь в работе над созданием монумента легендарному партизанскому командиру, герою-освободителю Пинщины. Я считаю, это эпохальное событие, но не только значимое для Пинского района, но и для Брестской области, а может быть даже для всей страны, потому что сегодня мы открываем памятник великому полководцу, можно даже так сказать. Пару лет назад мы начали активно заниматься вопросами гражданского патриотического воспитания, и в частности мемориализации, героизации тех великих действий, которые происходили во время освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков. И мы начали изучать в архивах документацию, чтобы побольше узнать о людях, о тех героях, которые освобождали нашу Пинщину. И вот началось, в частности, в прошлом году мы открыли памятник Дмитрию Горгиевичу Тремасову, герою Советского Союза, который, к сожалению, незаслуженно был забыт, а он действительно сыграл немаловажную роль, он практически благодаря своему подвигу освободили мы многие наши населенные пункты, в частности, и наша городок Лопатина, и установили ему памятник. Ну и дальше решили продолжить эту работу, и, конечно же, понимая ту значимость, фигуры Василия Захаровича, мы решили увековечить его память. Сбор средств был, конечно, организован и нашими предприятиями, организациями, и людьми неравнодушными к этим всем событиям. И всем миром мы собрали деньги и создали такой памятник бюджет. В прошлом году в год исторической памяти патриотическая молодежь Беларуси выступила с инициативой по оцифровке памятных мест, посвященных героическим событиям и персонажам Великой Отечественной войны. Так был запущен белорусско-российский исторический проект «Цифровая звезда», национальным оператором которого в нашей стране стал Белорусский Республиканский Союз Молодежи. Соответствующий QR-код появился рядом с памятником Коржу. Сердце героя Советского Союза Василия Захаровича Коржа перестало биться 5 мая 1967 года. Он похоронен в Минске. Однако время не властно над человеческой памятью. И сколько бы лет и десятилетий не прошло, люди снова и снова будут возвращаться к нашей общей победе и ее истокам. Партизанские отряды Василия Коржа во время Великой Отечественной войны уничтожили свыше 20 тысяч гитлеровцев, разгромили более 60 немецких гарнизонов, пустили под откос свыше 460 немецких эшелонов. В тылу врага провели 1119 дней. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова